итак здорово чуваки сегодня у нас будет смотр на танк т-62а этот танк 10 левела мазапака бич хотя в начале еще полгода где-то назад или даже меньше говорили когда спрашивали а будут ли средние танки 10 левела и разработчики говорили ну мы не знаем наверное нет потом были предположения что может быть т-62 может быть нет ну вот короче патч выходит и их вводят мазапака бич сразу могу сказать что суки единственный облом мощные обломы то что сделали ну как минимум до из тех что я заметил то что бы чат сделали тупо 10 левела да он такая имба изначально что у раз просто тупо взяли перевели вот это я ненавижу когда блять ну был 9 левел он был 9 сука левела ну какого хуй его делать 10 взяли сделали ну поэтому нам подтянули харки и так далее но блять на счет не понимаю а будет потом завтра 11 левел да и батчат 11 сделал врачи блять все делают чисто ради игрового баланса и это на самом деле довольно таки хуёво вот потому что все разбывается очень сильно все понятия да то есть начало он с 54 и блять воевал грубо говоря на равных но побеждая но как бы ну вы поняли блять а раз и 10 левел уже были такие хуйни там пантера 2 она была кажись 9 левела потом ее на 8 захуярили пантерка была 8 июня 7 блять вот это все полное говно и при этом уж понимать что нерв очень серьезно идет из камеру на уровень ниже роняет то пантерка раньше было блять это такой танк пантера один был когда вот я еще начинала все это играть а сделали потом говно куда на 7 левел перевели пантерка стала вообще ни о чем блять ну с абсолютной точки зрения да как бы в принципе на самом деле мне понравилось на ней ездить могу сказать спасибо владимиру богатых который предоставил мне аккаунт для для смотр на танк почему я хотел сделать смотрду потому что это очень серьезные изменения я не захотелось глянуть как она выглядит потому что блять но этого реально многие долго ждали это потому что до этого блять провели 10 левел этой седьмой маус они были они были богами а сейчас раз делали пт 10 левел и ст это это очень серьезно короче 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 все серьезно изменяет так ночью внешнем выглядит практически тоже 54 когда как бы по моему чуть удлинена задняя часть я уже давно не катался точно не помню но примерно та же самая вся четверка ну тут фонарь какой-то ебанут сами понимаете в него попасть будет невозможно чтобы слабать его физики нормальный нету а так в целом та же 54 да по моему тут чуть по длиннее ключок ключок ну такой небольшой на хер вас дает вот этот люк если во фронт стрелять будешь ли попадать вот сюда хер вас дает ну почему я люку уделяю внимание сами понимаете почему именно туда пробивай давайте посмотрим характеристики чё тут прочность 1950 серьезно ну как серьезно на 300 где-то увеличили у 54 1650 где-то примерно было в принципе это даже не один выстрел на самом деле давно что если пушка серьезно она снимет 400 500 урона то есть можно сказать что это даже не один выстрел хотя может быть но в принципе можно считать что это один выстрел не очень много на самом деле и понятно что это из пальцев высосано как в реальности это ну к реальность не очень большое сами понимаете отношения все таки игра аркадка на самом деле хотя в начале было больше кит правде ну тоже было все хуёво а сейчас еще хуже смысле реалистичности делают вот ладно хер с этим не будем про это масса 40 тонн и я не помню 54 34 тонн или сколько 40 тонн короче не такой уж и легкий 580 лошадок движок 580 580 блять пока немцы могли по 1000 делать по 1000 лошадок да по 1200 нахуй наш 580 блять 50 максималка это мало и опта 10 левела и 50 максималку и со седьмого такая же максималка ну хотя он конечно понятно что медленнее разгоняется но блять хотелось бы 60 нахуй я уверен что в реальной жизни на 60 был я не буду смотреть неплохо как был в реальной жизни просто уже сами понимаете не все как в реальной жизни и блять посмотрю нет блять сука написано в википедии что тоже 50 и было единственное что там еще написано там был более мощный куй движок 690 лошадей а тут 580 но я думаю потом может еще и ведут кто сдает но это ладно неважно обидно конечно 50 в час другой стороны большее значение имеет динамика подождать как из 7 блять полчаса разгоняться до этих 50 то это а этот быстрее разгонится тут больше гораздо значение имеет чем то что там 60 будет ехать это ненамного большая скорость хотя это имеет конечно значение но не намного больше динамика на самом деле конечно зачастую больше значение имеет но если она существенно больше да то есть она же может быть чуть чуть больше ну ладно короче уже хуйня какая-то 56 скорость поворот я не помню какая была вся четверки 102 лоб корпуса блять 102 по моему 54 примерно так же и было на ладно на самом деле вы же понимаете что вот эти циферки бронирование корпуса башни они их могут вообще от балды ставить то есть они их ставят как википедии да но на реальное значение это не имеет блять практически никакого нахуй знаю уже это понимаете ёпта потому что во первых даже по реалу имеет значение это угол наклона а в современных танках вообще там много композитная броня то есть вообще ни о чем не говорит толщина там важнейкие материалы чё нам прослойки вот ну и в танках в особенности здесь они просто блять программисты настроить что рикошетным будет и все и тут вообще не имеет значения какой толщида чего вообще нахер не имеет конечно если жопа 100 миллиметров дал другого 50 миллиметров это конечно будет иметь значение к в этом не пробьет его но когда вот все плюс минус не имеет никого значения поэтому чисто понерфит блять то есть в нижний бронелист как будет рикошетить будет или нет это все от этого зависит чисто от настроек у них там есть такие настройки на местная программка запускается и там выставить вероятность рикошеты там раз так знаете ползунок или плюсик так хоп 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 и выставить на вот так вот короче наверное это делают поэтому все зависит от этого глупо глупо смотреть чисто на чисто на цифры и понятно что в любом случае он будет покрепче чем вся четверка это при любом на складе хотя может и не при любом но думаю при любом ладно неважно да есть на пушку что ли глянем так 100 миллиметров 254 тс средний урон 320 блять говно урон тот же самый оставили дал 50 четверки тот же самый 320 единственная пробиваемость 264 от пробиваемость конечно это блять это сейчас она имбовая становится вся четверки я не помню какая была пробиваемость вам 220 пробиваемость блять это очень серьезно давайте посмотрим что вся четверки так где она тут родимая вот она до 54 точно 220 пробиваемость конечно это очень серьезно плюс 732 скорострельность а у этой бандура и скорострельность 9 блять вот попухи это пухает самое главное то есть пуха до пуха гораздо круче стала 264 пробиваемость это она я думаю маус будет в лоб хуярить но не не просто тупо в лоб да надо там конечно немножко выцелить но будет хуярить неплохо на самом деле я уже проехал несколько боев и конечно не совсем впечатлило если честно вот в лобешнике я там стрелял некоторые не очень но там тоже конечно может она косая чё там с разбросом разброс у нее 034 ну такой средненький не самый хуёвый не 037 ну блять короче по ходу самое главное это здесь пуха все остальное тут понятно хуйня ладно чё давайте попытаемся проехаться в общем прокатиться посмотрим чё там с прокаткой короче так ну давайте посмотрим чё да по моему чем вся четверки быстрее башни вращается ваще просто ну у нее тоже конечно немедленно нахер о знает я вообще по памяти не помню цифры смотреть шпухи не очень большое значение имеет на 54 она быстро вращалась дать динамику посмотрим стоит погдал ну по впечатлениям я еще раз повторюсь я уже отъездил где-то 7-8 боёв могу сказать что либо как 54 по динамике либо чуть медленней мне даже кажется мне даже кажется может быть чуть медленней хер его знаю так на месте крутится неплохо но впрочем практически как и вся четвертая крутится да ну башни ебать как она ебашит так ладно я свет я не поехал туда куда надо к сожалению у меня не установлен мод овертаргет а без него вот я поиграл блин вообще игра не прет то есть именно смотреть какой-то урон на нойку я не знаю как я раньше играл как ты играл а я большую часть времени именно без овертаргета сыграл с ним я играл только последний не знаю месяц-два ну блять потому что совсем другое ты смотришь какой именно урон проходит хотя здесь по урону как я сейчас посмотрел что тот же самый что у тех 54 но просто интересно сколько ты снимаешь противнику чтобы узнать какой ты вклад наносишь в бой потому что то что проценты на нём показываются сами понимаете это херня потому что проценты ну чё ты будешь процентов там было 43 стал 22 сколько ты снес вообще непонятно сколько снесешь ли ты его ваншотный он остался или не ваншотный хер его знает короче это вообще хреново а пушка она же очень сильно различается любая пушка по урону то есть ты можешь снять сток а можешь сток урон то в больших пределах как бы херачится ну и там типа е 50 у и интерфейс спрятал специально думаю понимаете о чем мы в принципе для видео большого большого так сказать значение не будет иметь вообще даже никакого блять а вот это уже хреново ладно блять сделаю так вот потом закрашу короче так наш проебывают пока я тут разбирался с интерфейсом минутку наши успели проебать да ну что ж давайте попробуем жарить вот что я заметил это блять вообще нету угла вертикальной наводки вниз вообще блять не наклоняется я просто охуел то есть вообще вниз не на капельку это очень хуёво потому что ты очень часто смотришь вот вроде ну как вот в е 50 вот ты вот ща вот не можешь попадать да а не вот ща все таки можешь но там очень частая ситуация когда ты думаешь ну как попадешь и смотришь а в реальности не наводится к счету очень хуёво это громад проявление гусеницы шанс отрыва увеличен 44 меня ёбнула но она меня ёбнула бог понятная идея оу да давай чё раз проебашу походу а так вот я уничтожил возможно взорвалась бы укладка потому что 40 процентов было 40 процентов это где то восемьсот холсы и за один удар блять это не снимается так ладно это понос движение невозможно потому что сейчас уже я вообще не очень правильно наступил так как сами движения на стх блять меня ща будут снашать сутки ага ну басик так куда бы тебя ёбнула не пробита естественно 264 пробить естественно не пробил так но он меня тоже мне кажется не пробил не должен блять пробил но это не он меня пробил это меня пробил кто-то сверху да пошли вы пидоры ёбаные суки пидорасы гондурасы сучары суки 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 мрази 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 ах вы суки ну ладно тут игра с самого начала не заладилось блять надо я пока вот этой хуйней занимался вам про динамику рассказывал надо было продвигаться вперед и светить короче вот получилось что я не стал светить ну мы можем посмотреть то есть вот это е100 ввели чё меня прикалывает да то есть как бы видите одно и то же шасси что у е100 блять что у них их топовая арта что вот это шасси одно и то же но при этом у арты это картон да то есть ну я правда не пробовал но по моему это картон нахуй а у этих это очень крепкая броня вот может это и не так я у них по топовой арте я никогда по моему в танки не стрелял но мне кажется это так арту будет легко пробивать а вот эту хуйнюхую пробежь а может ну хуй сдать короче так мазафака бич поехали ёпта чё то я опять пока читал всякие вконтакте и так далее уже пол боя практически прошло 30 секунд да так так нахуй пустите блять поедем нахуй так ща вот иду вот видите вот смотрите сука вертикальная наводка ябучая блять такое блять казалось бы да как можно блять да пошел это нахуй да кто за что за объект 704 нихуя себе блять восемь это восстановлено можно ехать нет эти мразы сука эти сука снашаю вот ты сука эта часть у меня подсветила пидрила блять на нахуй мне вынес полтанка ах сука начало боя у меня уже полтанка нету блять это все из-за вертикальной наводки так бы я поехал и не стал бы на этом акцентироваться ах получилось пришлось заакцентироваться блять че за хуйня смотрите стоит а так едет пиздец вы видели это говно сука но тут все равно холмик пригорок поэтому не видно блять уже вынесли половину нашей ютубы команды там так вон они наступают сука ну ща вонаман блять ох ты да пошел ты пидрила хуй ты сука блять а во и сука блять щас блять ну к че они там замышлять сука так блять так 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 сука броня не пробита пизда блять 1 5 ёбаные суки кидарасы а как 1 5 проёбан блять сука не попал блять да пизда сука ладно ща поможем ему тут пидоригили дааааа ну хуй ты не высовываешься сука а хуй ты сука хуй ссушь да блять ссушь блять Так, нахуй, щас, блядь, погоди, погоди, нахуй, давай, выезжай, сука, выезжай, сука, блядь, а это что там за? Ох ты, нежданчик, на, бля, не попал, говно, ситуация складывается, говно, сейчас бетчат приедет и будет, нахуй, люлей, давайте, ах вы, суки, нахуй, нахуй, ах ты, хуй, ПИДОРАСЫ, БЛИЦКИЕ ПИДОРАСЫ, БЛИЦКИЕ ПИДОРАСЫ, Ах вы, БЛИЦКИЕ ПИДОРАСЫ, бляди, пидора, БЛИЦКИЕ ПИДОРАСЫ, ах, суки, зажали втроем, бля, прикиньте, ну в намаз только втроем, блядь, топ-так, топ-так. Так, поехали, ёпта, сейчас я уже без опоздания поеду сразу, блядь, светодуть, светануть и выжить, да, хуй, щас, светанусь, суки, светоду, ах ты, бетчат ёбаный, как ты обогнал чудо советской инженерной мысли, Как ты посмел, паскуда французская, сука, отсталый танк, бетчат, блядь, марсианский танк, ну, так, он амаз знает тактику этого боя, тут всё легко, бля, надо светануть чурок, которые вот туда сейчас поедут. Вот, блядь, первый пошёл нахуй, ай, сука, на этим раз, ахуй, 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 это сука, а, приехал, блядь, так, нахуй, а, бля, есть пробитель, сука, вы намаз, батька, вы намаз сейчас покажет вам, суки, бля, на Т-62, как надо воевать. Уебай, бля, мелкие школьники, сука, школьники на каникулах сидят, блядь, и делай ты нехуй, играй, это свои игрушки, блядь. Ууу, сука, блядь, заебись, блядь, хотя этот сука меня тоже пробил, блядь, блядь, вообще, бля, уже не танк, нахуй, а полуметалолом. Давайте пока что пусть мои из команды, короче, отдыхают, а я потом еще, еще в конце выйду, короче, на бой, ратный бой. Ну, вообще, конечно, по игре не впечатляет танк, если честно, там, то есть, и говорить. То есть, та же 54-ка, которой дали чуть больше здоровья, даже на один выстрел, да, хороший. Та же говнопушка по урону. Знаете, почему в том числе, в том числе не нравится этот танк 54-ка не нравилась людям, знаете, почему? Потому что, вот, бля, выебна, суку, потому что урон маленький. Очень любят Паттер и Е-50 за то, что у них идет, не грируй, ебану, а? Все-таки динамик говно, блядь. Я, видите, я старался ехать, но он не едет, блядь. Смотрите, пишет за хуйня, еле едет, блядь. Я же специально вихлял, чтобы у меня арта не попала, пидорас. Не хватает динамики, сука. Так вот, в том числе очень сильно любили за альфа-урон, урон одного выстрела. А тут 10-й левел и этот говнястый пушка 320 урона, когда ты загибешься, блядь, урон дамажен. Вот, и они это не подняли. Это существенно не усиливает. А то, что пробиваемость, блядь, подняли, это хорошо, конечно, на самом деле. Но, блядь, не очень. Так, СТ-1. Видите, я уже не знаю, что это за танк. Что за СТ-1? С моего, блядь, ухода таких танков-то не было, блядь. Ну ладно, тут благодаря мне затащили, блядь. Я весь их свет выебал. Осталось. Всего ничего. Видите, я с самого начала поехал и все заебись сложилось. Там-то я просто не с самого начала стал вступать в бой, а это имеет значение. Иногда, конечно, ты можешь вообще в бой не вступать, а все равно команда выиграет. Но все-таки целок какой на С7 жопы едет. Понятно, что их бы и тут вынесли, но, блядь, все равно это куево выглядит. Видите, дамаг, о, блядь, смотрите, меня сейчас вынесут, сука. Гандон, блядь, прилетел по скуду, а поздно я его заметил. Сучара думает, герой теперь, пидор. Ну, ладно, давайте еще один боек. Начинается. Так, поехали, сука. Да пошел ты, пидораскопой. Так, здесь, как известно, вообще, в принципе, до СТ можно ехать по правому краю, по полю. Но мне там не нравится, потому что, когда там, если ждут тебя в засаде, то там, пиздец, ты будешь тупо стоять, перестреливаться. Короче, там можно просто тупо стоять и все, и нихуя ничего не будет. Поэтому я чисто, чтобы поинтереснее бой был, поехал вот тут. Кстати, любят вот тут вот светляки проезжать в начале боя, чтобы сразу светануть арту или слить. Очень любят. Проверим, короче. О, по полю я тут не люблю, если честно, блин, там тебя будут караулить, и хуй ты проедешь, и плюхи будут кидать, и вообще, короче. Хуйня получится, поэтому пытаюсь тут что-то изобретать. Так, танк у нас серьезно, и десятого левела. Как-ли-как, значит, надо утаковать. О, какой нам сей... Ух ты, бля, ух, да по... Блядь, нахуй я поехал сюда. Бля, вот это ебать. Батюк, съебать-то, блядь, сейчас меня будут снашать. Блядь, это нахуй красная армия просто едет. Да пошли вы, блядь. Эй, сука педрильная. Да пошел ты нахуй, да пошел ты, блядь. Не попал, сука, это ебаный прицел. Я... Я целился, блядь, целился, и хуй не попал, сука. Да пошли вы, бедрасня, ебаные суки. Блядь. Ну вы видели, это вообще нереально. Они такой толпой похуярили. Никогда так не бывает. Суки. Ну сууки. Блядота, нахуй. Сука, и хуй че сделаешь, блядь, а? Че вот, че ты сделаешь, нахуй? Ничего не сделаешь. Может, конечно, босса отнесусь туда, но потому что никогда такой толпой, это раш практически. Никто никогда не ездит. Это редкий случай, блядь. Редкий уникальный случай, ебаный. Нагибает, блядь. Ну все тут. Ну не, может, и победят, но, блядь, конечно, хуй. В каждой ситуации. Редкий, редкий раш, ну. Ре-ре, редкий раш. Так, 3-3 пока что, пока что 3-3. Так, вот бетчат надо вынести, но его, конечно, хуй вынесешь. Ага, на перезаряде, походу, потому что он бы Е50М тогда бы отымел. Ну его сейчас убьют, раз он на перезаряде. А, он арт поехал светить. Блядь, объект за ним погнался, пиздец, 268-й. 5-4, заебись. Ну, я внес, знаете, какой вклад? То, что я их подсветил вначале. Потому что я туда поехал чуть ли не один, если бы я не подсветил, они бы дальше проехали. Там, глядишь, мы плюху им нанесли, либо арта туда стала сводиться. То есть, кое-какой вклад есть. Хотя, конечно, он дохленький, но, блин, вот, редкий раш. Что ты скажешь? Ладно, пусть с этим боем еще водит, скажу. Это неудачно. Так, еще один бой, ёпта. Особенностью его является то, что кроме последних трех позиций, все остальные десятые левелы. Полная херня, как мы сами понимаем. С одной стороны, конечно, баланс охуенный, да, так если подумайте. Кроме вот этих трех лузерков. Причем эти три лузерка, это два света и одна арта. То есть, как бы, сами понимаете, фактически не лузерки. То есть, можно сказать, даже баланс идеальный. Но все играют в эту игру все-таки для того, чтобы нагибать, как мы понимаем. А не для того, чтобы сражаться с однолевельными этим. Какой-то смысл качаться до десятого левела. Да хуя просто качаться, деньги донатить. Потому что без денег вообще заебись качаться. И только ради того, чтобы... Это самое... Только ради того, чтобы сражаться с десятом левелом и не нагибать. Это небольшой смысл. Я всегда, давно, да, когда мечтал играть и так далее, я мечтал именно десятого левела, чтобы нагибать. Вот. А если вот будет такая херня, кто знает, может, со временем она и будет. А может и нет, не знаю. То это вообще неинтересно, если честно. Долбить. Десятый левел, это как-то такси. Такси, удовольствие. Ну че, бля, суки, вы ползайте. Кто смелый нахуй? Хуль вы ссыть. Нас, кстати, здесь мало. Их там целая толпа почему-то, блядь. А мы здесь опять, я один. Вот этот хрен, который уезжает. И вон два хрена, они все, блядь, уезжают, суки. Че, я, блядь, я один, что ли, буду все снашать? Так. Вон их там. Четыре рыно, блядь. А я тут один. Но он там сверху. Джекбетвенд ЗС-100. Мам хули мне. Помощь от него. Так, ладно, съебусь я оттуда. Вообще, конечно, подводя такой итог, танк, в общем, особо не впечатляет. Блядь, сука, видите, только стал не впечатляет. И сразу плюха прилетела на Симсон. Сука, в лоб на нас. Вот так пробили. В башню, смотрите, в башню пробили. Пиздец вообще. Сука, в башню пробить. Вот суки. Смысл качать полгода на плюх с танки, блядь, что тебя потом сразу же пробивали. А, тебе пробили. О, не пробил он. Ну, это я с того, не проблема с пробитием, как мы знаем, мы истопли голдой. Правда, это тест, и голдой можно стрелять. А может, и немного. Так, давайте в лючок попытаемся ёпнуть. Пробил. О, блядь, и меня пробили, сука. Мы тоже в лючок пробили. Ну и чё это за говно, блядь? Пару выстрелов, и всё, и сгол. 2-4, проебёмся, конечно. Не, короче, танк, блядь, вот 54-ка, это было круто. Пацанин с 44-кой, да, как бы? То есть идёт же 44-ка, потом 54-ка. Вот это да, блядь. Вот это, блядь, разрыв, шаблон. Хотя, стоковый 54-ка, вы помните, я делал видео, это, блядь, это там оплюёшься нахуй. О. Тут же, по сравнению с 54-кой, 62, как бы, бледно выглядит. Пушка вроде крутая, а реально, как бы, не очень всё-таки пробивает. Во, даже не попал, хотя я достаточно чётко прицелился. Эээ, блядь. Да ну нахуй, не, не хочу, что ли, блядь. Спала с меня эта пелена, World of Tanks. Все находятся под пеленой, она заключается в том, что все на стату дрочат. То есть, все, кто играет чисто ради стату на самом деле, все, кто вкачал 1, 2, 10 левела, все, блядь, качают процент побед, нахуй. Средний дамаг, вот это всё хуйню. И всё, блядь, вся игра в этом. Я сам вот когда вот дохуя играл, когда вот начал, когда клан сделал, решил серьёзно качаться, дохуя играл. Я уже, я и хотел, с одной стороны, вот накачать танки, семёрку, там ещё, но когда я их накачал, уже, блядь, вот я играл, 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 играл. Я уже чувствую, я играю чисто стата, стата, количество боёв, количество боёв, количество побед. Средний урон, блядь, выше, выше, блядь. засветил нахуй побольше и вот это место 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 блять место на если убрать сайт вот сайт со статистикой где-то смотришь место да твое место общий рейтинг я бы не стал так вьёбывать я уверен я вообще вьёбывать стал когда узнал что на сайте можно статистику смотрите там вот эти вот по местам сделан я пока не знал все было спокойно все было заби ну играл я чё-то но я понимал что вы заебёшься качаться так я узнал на я начал блять статус так вот этот хуйня хуйня и все получается знаете как пропасть которую тебя тащат люди они смотрят а у друга до 100 ты круче и ты давай стал качаешь а другой посмотрел тебя уже круче тоже да начал качать и он взгляд на тебя начинает качать этот хуйня начинает все качаются чтобы друг друга обогнать и всех болотов тряси на эту дальше все смотрят там да блять о уредов нахуй там вон какая стату и вот это и ну качаются и в болото болото они супер задроты они 24 часа в сутки и это это просто сказать как наркомания реально как наркомания наркоманы блять они доза да сначала дозу приняли заебись на а вторая доза уже меньше кайф принесла и они давай-ка еще дозу она еще меньше кайф они блять я в ебу побольше а еще и вот этот в пропасть фактически к сожалению в случае меня это отпустило и вот на шаг спокойно вдохнул такую блять можно в другие игры по всего танки конечно прикольно но блять вот то что это так долго качаться и в итоге ты качаешься думаешь о семерка сейчас я буду нагибать а вот это нихуя блять не нагибаешь и получается тебя обманули нахуй и ты думаешь о семерка неудачный танк надо вкачать волосы ты опять дохуя качаешь и на маусе опять нагибает и короче блять это болот какой-то на ладно вот в общем поняли да что я считаю об танки что в общем не очень конечно не впечатляет блять не впечатляет на вас будут нагибать на нем вас будут нагибать ладно пока удачи